О главных событиях региона расскажем в ближайшие полчаса. Смотрите сегодня в выпуске. О координационном совете было принято решение поддержать в этом году из средств данной субсидии государственное общеобразовательное учреждение, которое также расположено на территории города Кургана. Капитальный ремонт и реконструкция. Образовательным учреждениям Зауралья выделят 125 миллионов рублей. Все классно, все хорошо. Как будто помолодел лет на 30. Так и веселее, потому что без танцев нет в жизни. Прыжки и приседания в деловых костюмах. На всеобщую спортивную зарядку в Кургане вышли даже чиновники. Для глухих людей, не слышащих, это очень важно, что им уделяется внимание, что на них обращают внимание, что хотят люди с ними общаться. Научиться языку жестов. В городском саду курганцы с помощью добровольцев освоили азы сурдоперевода. С остановки в реанимацию накануне вечером два дачника из поселка Керамзитный ожидали автобуса. Вместо него прямо в остановочный комплекс врезалась иномарка. Подробности у нашего корреспондента. Около 7 часов вечера в Кургане прошел дождь. По словам инспекторов управления ГИБДД, именно погодные условия стали одной из причин дорожной аварии. Ну мы подошли, уже женщина стояла, сказала, и скорая стояла, милиция. Остановка была вся разрушена. И женщины сказали, что женщину унесли в тяжелом состоянии в машину. 19-летний водитель на скользкой дороге не справился с управлением автомобиля Деунексия и врезался в остановочный комплекс. По несчастью, на остановке в это время находились дачники. 61-летняя женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и перелом бедер. Сейчас она находится в реанимации. Другой пешеход, молодой человек 21 года, также пострадал. В больницу его увезли с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Водитель иномарки не пострадал. Утренняя зарядка в центре города. Сегодня в 8.30 утра площадь Ленина, Центральный стадион, Центральный парк культуры и отдыха и 25-я школа превратились в площадки для массовых упражнений. Кто принял участие в зауральской акции, наблюдала Ольга Тыщик. Зановитесь по порядку на весенную зарядку. Детсадовцы, школьники и даже чиновники. Выполнить полезные для здоровья наклоны, приседания и прыжки на главную площадь Кургана пришли несколько сотен жителей области. До самой массовой утренней зарядки, китайской, за Уралью еще далеко, шутит руководитель управления по физкультуре и спорту региона Александр Васильев. Однако начинание неплохое. Акция «На зарядку становись» проходит в Кургане в третий раз. Мы хотели привлечь внимание всех зауральцев к тому, что за своим здоровьем надо все-таки следить. Больше здоровья не становится, его надо беречь. А может помочь в этом элементарные несколько физических упражнений с утра, которые должны стать нормой жизни. 10-15 минут легкой зарядки и мозг готов к плодотворной работе, считают специалисты. К тому же физические упражнения приводят к выработке в организме гормона серотонина. А он, по словам исследователей, является прекрасным антидепрессантом. Это хорошее настроение и зарядка. И радость. Все классно, все хорошо. Как будто помолодел лет на 30. Так и веселее, потому что без танцев нет в жизни. Наградой для собравшихся стал не только положительный настрой на весь день, но и поощрительные призы. Мы раздали всем небольшие сувенирчики, магниты на холодильник с призывом на зарядку становись. Поэтому надеюсь, что все участники акции смогут их разместить на своих холодильниках. И каждое утро, подходя к холодильнику, несколько каких-то физических упражнений они смогут сделать. Ольга Тыщик, Александр Менщиков, Светлана Брагина. Телекомпания. Регион 45. На реконструкцию и капитальный ремонт школ за Уралья из федерального и областного бюджетов перечислят 125 миллионов. Какие образовательные учреждения получат деньги, расскажет Константин Пчаков, который побывал на заседании областного правительства. В список вошли 25 школ за Уралья. На капитальный ремонт 24 учебных заведения получат от 1,5 до 12 миллионов рублей. 6 миллионов из федерального и 4 из областного выделено на реконструкцию Петуховской средней школе. В Шатринске планируется отремонтировать два учебных заведения. В Кургане изменят облик коррекционные школы. На координационном совете было принято решение поддержать в этом году из средств данной субсидии государственное общеобразовательное учреждение, которое также расположено на территории города Кургана и в большинстве своем обслуживают население города Кургана Детское. Это наши коррекционные школы. Кроме этого, направляется средство из-за адресной инвестиционной программы на ремонт спортивного комплекса трудовой резервы. Об основных параметрах областного бюджета членам правительства доложила начальник финансового управления региона Елена Перминова. Доходы казны исполнены на 26%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления в бюджет увеличились на 945 миллионов рублей. На 1 апреля 2012 года у нас получился профицит бюджета в размере 1,3 миллиарда рублей. Это связано с получением субвенций, которые имеют целевой характер и распределяются в течение года. Расходы областного бюджета на текущий момент исполнены на 19,5%. Районы Заурали получили финансовую помощь в размере свыше миллиарда 700 миллионов рублей. Константин Пчаков, Андрей Глазырин, телекомпания «Регион-45». А накануне глава Шумихинского района доложил губернатору, что обвалившийся прошлым летом жилой дом наконец-то восстановят. 19 марта был объявлен аукцион ремонта и восстановительной работы на сумму 3 миллиона 53 тысячи рублей. Значит, выиграла по итогам аукциона объявлен победитель стройсервис город Куртамыш. Муниципальный контракт заключен 2 мая 2012 года. Стоимость работы составляет 2 миллиона 366 тысяч 75 рублей. Напомним, в конце июня прошлого года в селе Стариково обрушились балконные конструкции в третьем подъезде трехэтажного дома. Обошлось без пострадавших. Без крыши над головой остались 49 человек. Было принято решение восстановить лишь два подъезда, построить крышу и капитально отремонтировать подвальные коммуникации дома. Олег Богомолов пообещал лично приехать в Стариково и разобраться в ситуации с расселением пострадавших жильцов. Через неделю на совещании глава района представит подробный отчет о расходовании средств на восстановление здания. Процент тех, для кого дом перестал быть крепостью, ежегодно растет. О насилии в семье предпочитают не говорить, оставляя это тайной за семью печатями. Меж тем, проблемы семейной тирании становятся все более острыми. Курганские волонтеры решили выйти на улицу города, чтобы пообщаться с жителями Кургана о серьезной проблеме. Время проведения акции выбрали не случайно, ведь 15 мая – Международный день семьи. Организатором акции «Семья без насилия. Наш выбор» выступил Курганский центр социальной помощи семье и детям. В подготовке также приняли участие представители Курганского дома молодежи, библиотеки Югова и службы судебных приставов. Акция развернулась около памятника родителям. Волонтеры общались с прохожими, выдавали буклеты с телефонами доверия, рассказывали, куда можно обратиться в случаях жестокости и насилия в семье. «Семья предназначена для того, чтобы оказывать человеку поддержку, любовь, защиту. И когда человека в семье обижают, когда ребенок беззащитный терпит насилие в семье, это, конечно, неправильно». Равнодушие к ребенку – одна из причин жестокости родителей. Судебные приставы-исполнители ежегодно участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня семей. Привлекают к административной ответственности матерей и отцов, которые не платят алименты. Совместно с представителями церкви навещают злостных неплательщиков. «Вопрос взыскания алиментов – это сложный вопрос. В том плане, что не все родители, будь то мужчина или женщина, не все родители принимают активное участие в воспитании ребенка. То есть не все надлежащим образом уплачивают алименты. Я думаю, что в сердцах любого человека, мужчина или женщина, алиментщика, наверное, все-таки что-то екает». В этом году студенты-волонтеры провели конкурс на лучший слоган для телефона доверия. По его итогам определят победителей, которые получат дипломы и призы. «И я как студент социологического отделения, это нас очень касается все, поэтому мы считаем нужным такую профилактику проводить». В этом году помимо традиционных мероприятий в рамках акции решили провести флэш-моб. Курганские ребята из Дома молодежи показали прохожим курганцам танцы в уличном стиле. Юлия Васильева, Ангелина Глазырина, Александр Менщиков. Телекомпания «Регион 45». Уроки с урдопереводом. Специальная акция прошла в Горсаду. Все желающие смогли освоить простые фразы на языке глухих. О том, как общаться со слабослышащими людьми, смотрите в следующем сюжете. «Я хочу с вами познакомиться». По мнению организаторов, именно в такой фразе от обычных людей нуждаются дети с ограниченными возможностями слуха. Всероссийская акция «Добровольцы детям» состоялась и в Кургане. Рядом с памятником родители, взрослые и дети могли научиться говорить на языке глухонемых. Узнала об этой акции через интернет. Мой ребенок совершенно здоров, но я знаю, что есть такие дети и взрослые, которые страдают отсутствием слуха, либо слабослышащие. Я решила принять в этой акции участие, чтобы не оставаться в стороне и уметь общаться с такими людьми. В толпе было невозможно отличить слабослышащих от здоровых. И те, и другие танцевали, пели, разговаривали жестами. Такое общение полезно и тем и другим, считает председатель Курганского регионального отделения Всероссийского общества глухих Надежда Предвечная. Для глухих людей, не слышащих, это очень важно, что им уделяется внимание, что на них обращают внимание, что хотят люди с ними общаться. А для слышащих, для того, чтобы слышащие люди научились слушать, слушать своей душой, понимать, что рядом с ними человек с ограниченными возможностями здоровья. Внимание необходимо не только слабослышащим детям, поэтому такое мероприятие не последнее. На очереди другие. Идет акция «Пять пятниц». «Пять пятниц» в разных районах области будет проходить мастер-классы, проходить будут для детей инвалидов, которые проводят волонтеры. Это фото-мастер-класс, это мастер-класс работы с интернетом и социальной сетью, это мастер-класс брейн-ринг, то есть на общение фактически, потому что нашим деткам, инвалидам, конечно, не хватает в первую очередь общения. Еще больше людей собралось под конец акции. Здесь были и дети, и студенты, и семейные пары. Всем было интересно научиться жестам, которые заменяют слова. Ольга Тыщик, Мария Иванова, Сергей Балмасов, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион 45». Бешенству нет. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал постановление об усилении мероприятий по профилактике бешенства. Указом губернатора Курганской области в начале этого года в девяти населенных пунктах был введен карантин в связи с участившимися случаями заражения домашних животных. С тех пор в шести селах особый режим был снят. На особом контроле вопрос остается в селе Кокорино Шадринского района, деревне Токташи Мишкинского района и в селе Тамакульское Далматовского района. И хотя вопрос бешенства в Заурале не стоит остро, санитарные врачи называют регион неблагополучным в этом плане. Чаще всего домашних животных заражают вирусом представители дикой природы. За четыре месяца этого года исследований были уже 25 животных. И диагноз бешенства был подтвержден у девяти из исследованных животных. В основном это лисицы. То есть из девяти животных семь были лисиц. По одному случаю пришлось на инотовидную собаку, и барсука. Зеленый разговор. Журналисты Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Кургана пообщались с сенаторами Совета Федерации. Тема видеоконференции – будущее и настоящее экологической политики регионов. Участники обсудили законодательные инициативы в области экологии, возможности рационализации и использования природных ресурсов, формирования экологической культуры населения. По словам политиков, в России придается большое значение охране природы, ведется работа по совершенствованию правовой базы в сфере экологии. В России также подготовлен проект экологической политики в России до 2030 года. Встреча прошла в преддверии Международного экологического конгресса среди государств СНГ и стран-членов Совета Европы. В Кургане женщины стали чаще обращаться к пластическим хирургам. Одна из них решила изменить форму бюста. За работой хирургов проследила наша съемочная группа. Галина решила увеличить грудь. Женщина мечтала о красивом бюсте уже несколько лет. Когда появилась возможность, пришла в студию красоты Мэрилин. Я очень хочу, чтобы, когда я пришла на пляж, чувствовала себя шикарной женщиной. Красивой. С шикарной грудью. Специалисты говорят, что сегодня самым безопасным методом увеличения груди является эндопротезирование с применением силиконовых имплантов. Форму, размер и тип импланта Галине помог выбрать опытный пластический хирург Олег Горбанев. Момопластику делают в операционном блоке. Именно туда Галина и отправилась. Пациентку госпитализируют на сутки. Операция выполняется под общим наркозом и длится менее часа. Сначала врач формирует карман для импланта. Делает небольшой разрез, через который вводит имплант. Студия Мэрилин использует только сертифицированные силиконовые протезы, известные зарубежных производителей. Операция заканчивается наложением внутренних и косметических швов на место разреза. Затем на грудь накладывают тугую повязку. Все прошло успешно. Через неделю Галина вновь встречается с хирургом. Уже понятно, что грудь приобрела красивую форму. Носить специальное белье Галина будет еще месяц. Также первое время нельзя будет спать на животе. Однако эти неудобства ничто по сравнению с тем, что женщина стала чувствовать себя красивой и уверенной в себе. Хирурги студии «Красоты Мэрилин» выполняют операции не только по увеличению, но и по уменьшению груди. Также есть возможность проконсультироваться у онколога и провести реконструкцию груди после мастектомии. Студия «Красоты Мэрилин» находится в Кургане по адресу улица Гоголя, 55, телефон 43-35-88. В память о художнике. Под таким названием в культурно-выставочном центре открылась фотовыставка Виктора Бухрова. Она посвящена 60-летию со дня рождения известного мастера Сергея Мальцева. Сосредоточенность и творческий порыв. Это мастер за работой. А здесь он в домашней обстановке. Фото с любимой дочерью Алисой. Художника не стало зимой прошлого года. Эти снимки не только память о нем, но и попытка показать глубину его духовного мира. Папа был очень разным. И вот то, что многие отмечали, что очень много юмора, сарказма, очень много тепла, любви. Я помню, как заходила в мастерскую, забегали воровые детки, причем мальчики, кстати сказать, так заглядывали, заходите, дети, прям вот их тянуло в это место. Все снимки сделаны в последние 7 лет. По словам Виктора Бухрова, в гости к другу он без фотоаппарата не ходил. Родные, коллеги и друзья художника высоко оценили эти работы. В них присутствует два взгляда на Сергея Мальцева. Как на профессионального художника и как на волевую неординарную личность. Средствами фотографии сложно полностью раскрыть этого человека, тем более такого человека. Многогранного, интересного, мудрого, талантливого. Поэтому здесь как бы через внешнее проявление, через какие-то фрагменты была попытка рассказать о нем. Выставка будет работать до середины июня. Вход свободный. Ольга Тыщик, Кристина Волковинская, Андрей Глазырин, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион-45». На этом наш выпуск завершен. Сейчас вас ждет очередной сюжет об испытаниях участниц проекта «Мисс Курганру-2012». А я благодарю вас за внимание. До свидания. Сегодня участниц проекта «Мисс Курганру-2012» появилась в «Мисс Курганру-2012». Это замечательнейшая возможность. Они похудеют на пару-труб килограммов. Именно сегодня, да, именно здесь, в Академии стройности, прямо сейчас. Худеть или не худеть – вот в чем вопрос. А если и худеть, то каким образом? Знаете ответы, значит, уже побывали в Центре снижения веса Академия стройности. Здесь высококлассные специалисты находят индивидуальный подход к каждому клиенту, окружают его заботой и возвращают легкость в жизнь пациента. Наш Центр обладает всем необходимым оборудованием для поддержания красоты и стройности. Наш Центр профессионально занимается снижением веса, но также занимается поддержанием той красоты, которая есть у наших конкурсантов. Кроме того, есть очень мощное направление – это психологические тренинги, которые используют наши специалисты. Перед тем, как начать активную борьбу с лишним весом и возрастными изменениями, врачи тщательно обследуют человека. Сначала пациента приглашают на личный строго конфиденциальный разговор, задают вопросы про хронические заболевания и другие перенесенные болезни. Здесь лучше ничего не утаивать и признаться сразу – врачи измерят давление, осмотрят вас с ног до головы и всю правду выяснят. Ну, это не самое страшное в жизни. Большинству омолаживающих процедур остеохондроз не помеха. Зато теперь, когда врачи получили всю необходимую информацию о клиенте, они готовы и с ним кое-чем поделиться. Оказывается, полными люди бывают не только из-за жировых отложений в организме. Можно проснуть толстячком, имея под одеждой стальные, но чересчур объемные мышцы. Вам удобно все наружить? Неудобно. Мне все удобно. А чья-то фигура далека от идеала из-за наличия в организме большого количества жидкости. Специальный аппаратик поможет узнать, к какому типу относитесь именно вы. От этого, кстати, и лечение во многом зависит. На сегодняшний день вывесите 63. Я еще и не аромат. С фигурой все в порядке, сходите к косметологу. Чем раньше возьмете привычку посещать этого специалиста, тем скорее получите результат. Настало время поближе познакомиться с нашими моделями. Каждая из этих 10 замечательных женщин – финалистка конкурса «Мисс Курганру» в номинации «Мисс Королева». Татьяна Шестакова, 56 лет, учитель начальных классов. Любит проводить время с семьей, проблем не имеет. Замужем трое детей. Я обожаю свою работу, детей, школу. Люблю своих детей, у меня их трое. Татьяна Андреева, 49 лет, экономист. Любит читать интересные книги и петь, но только в хорошей компании. Я самая очаровательная. Наталья Мамонтова, 44 года, по гороскопу Овин. Любит шить и мечтает съездить в Париж. Я красивая, молодая, стройная. Люблю солнце, люблю жизнь. Ольга Мишакина, 44 года, педагог по образованию. Никогда не удалит смс-ку «Мама, я тебя люблю». Я одна воспитала двоих прекрасных дочерей, которыми горжусь очень. Татьяна Калинина, 44 года, козерог. Воспитывает сына и любит ходить в театр. Я горжусь своей целью в стремленности. Татьяна Казакова, 43 года, педагог. Больше всего в жизни заботится о здоровье родственников. У меня есть характер. Лариса Никитина, 52 года. Замужем, трое детей. Любит путешествовать и мечтает прыгнуть с парашютом. Я лучше всех плаваю на виде на воде, лажу по горам и рисую. Зоя Иванова, 70 лет, экономист. Участвует в конкурсе «Ради Победы». На досуге любит вязать и вышивать. Я люблю очень детей. Работаю до сих пор в ЦПКО. Елена Шалышкина, 41 год, замужем. Считает себя человеком домашним. Любит жизнь и дорожит каждым днем. Я давно хотела научиться играть на гитаре. Это моя мечта. И я ее воплощаю. Ирина Бушова, 45 лет, менеджер. Умеет удивлять и удивляться. Я занимаюсь спортивными бальными танцами. Вот смотрите, нет, если бы в моем теле была хоть капля нижнего жира, я отдала бы ее специалистам Академии строенности. Честное слово. Академия Стильно. Клево. Костюмы для выпускного. Магазины мужской моды 007, Карла Маркса 93 и Мэнс Карла Маркса 60. Дорогие друзья, я очень люблю свою продукцию. Попробуйте. Вам и вашим гостям обязательно понравится. За качество, вкус я вручаюсь. Не пропустите грандиозное шоу для детей. Гигантские мыльные пузыри. Невероятное зрелище. Потрясающие спецэффекты. Лазерное шоу. Человек в мыльном пузыре. Много смеха, радости и подарков. Подарите своему ребенку настоящий праздник. А не отведать-ка ли мне сегодня шашлычок по-дворянски? Ммм, и буженинки. Уже? Хорошо. Трактир на Дворянской. Широта русской души. Магазин «Умный дом» предлагает. Счетчики воды, газа и электроэнергии от 550 рублей. Светодиодные лампы и ленты от 300 рублей. Светильники и датчики движения от 150 рублей. Магазин «Умный дом» для вас и вашего дома. Улица Кирова, 105. Ты стоила всех этих денег. Я полагаю, здесь все, как просил твой менеджер. А это что, Рубин? Ты издеваешься? Я же не Ким Кардашьян. Нет, она намного волосачей. I will see you, we don't start. We don't start! Внимание! Смотрите в кинотеатре «Россия». Весь комплекс юридических услуг в сфере недвижимости. Продажа, обмен, подбор жилья, сопровождение сделок на государственную регистрацию. Работаем со всеми видами жилищных сертификатов. БК «Недвижимость». Правила безупречной сделки. Восточный экспресс-банк представляет Быстрый автокредит наличными. До 750 тысяч рублей. Без первоначального взноса. Без сказка и лишних формальностей. От 15% годовых. Автокредит без преград. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. 8 800 100 ровно 7 100. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Соснина. Быстрый автокредит наличными. Без сказка, без залога, без поручителей. Восточный экспресс-банк. Улица Куйбышева, 103. А теперь о погоде. Очаг высокого давления, появившийся накануне на севере Урала, к завтрашнему дню охватит всю территорию региона. Облака рассеются, и жители области ждет солнечная, с большими суточными колебаниями температуры погода. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем плюс 15, плюс 18. В Кургане и ночью переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет слабо расти. 16 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 16 спортивные площадки Кургана. Масса призов и подарков. Награждение победителей состоится 19 мая на Литовой арене «Юность». Девиз праздника «Крепка семья, крепка Россия». Организаторы фестиваля – правительство Курганской области и благотворительный фонд «Мама». Справки по телефону 46 32 70 42 54 14. Конкурс «Мисс Курган.ру» 2012. Последний этап. Кому достанется корона и незабываемое путешествие в Прагу? Голосуй за красоток на сайте kurgan.ru. Смотри на канале СТС. Туристическая путевка предоставлена агентством путешествий «1001 тур». Генеральный партнер проекта – компания «Ростелеком». Курганск «Ростелеком». Рекламная группа «Курьер» празднует свое 15-летие и приглашает всех на концерт наших друзей. Дуэта «Красная бурда». Авторов КВН, юмористических программ ОСП «Студия» и «Городок». Участников «Камеди Клаб». В ДК «Машиностроители» 17 мая в 18 часов. Билеты на точках приема объявлений рекламной группы «Курьер». Наши радио «Курган». 107 и 5 ФМ. «Кула» юмористического программ ОСП «Студия» «Курьер». В декабря «Курьер». Участники «Курьер». Участники «Курьер» Участники «Курьер». Понимаешь, чем это может закончиться? Субтитры сделал DimaTorzok